Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Балком. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы снова встречаемся на Радио Балком в эфире программы «Культ Просвет». И сегодня мы поговорим о теме, которая, может быть, покажется нам далекой от политики. Я полагаю, все мы немного устали от результатов референдума на прошлой неделе. У каждого различные эмоции. Сегодня мы немного отдалимся от этой острой темы и уйдем или, может быть, сбежим в мир искусства. Хотя, с другой стороны, понятно, что искусство всегда было связано с политикой и продолжает быть частью политического пространства. Об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей, художницей Анитрой Берзини. Добрый вечер, Анитра. Добрый вечер, очень приятно. Я благодарю, что нашли в разгар лета, когда город утопает в жаре и в зелени, и нашли время, чтобы оторваться от творческого процесса и прийти к нам сегодня в студию. Нашим радиослушателям напомню, что за пультом сегодня звукорежиссер Родион Золотарев, и вы, как всегда, можете с нами связаться, оставить свои впечатления, комментарии, и задать вопросы нашей гости по следующим телефонам прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Мы предоставляем также возможность оставить свои комментарии и на нашем видеочате на сайте mixnews.lv. Я хотел бы задать вопрос нашим радиослушателям. Вы всегда участвуете в наших дискуссиях и размышлениях. Скажите, по-вашему, современное искусство может изменить что-то в обществе? Может ли оно быть политическим искусством? Ведь нередко говорят о том, что, казалось бы, период поэтов и художников, которые творили историю, исчез. Может быть, всё-таки не исчез. Может быть, это возможность через букву, через краску, через полотно что-либо изменить в этом обществе? И что нам нужно было бы менять? Это вопрос нашим радиослушателям. И параллельно это же вопрос нашей гости, наш первый вопрос. Скажите, вы как художник, вы верите в то, что полотно может изменить что-либо в обществе? Наверное, очень радикально не может. Но какие-то волны создать, конечно. Я думаю, что в истории таких полотн довольно много. Могли бы вы назвать несколько, по вашему мнению, наиболее сильных с политической точки зрения? Мне первое, что приходит в голову, это французская свобода на баррикадах. Это как бы отражение. Это не создаёт такой... Но это не политические такие волнения, что Джон Сержант, который писал Мадам Икс, который был большой такой скандал. А из латышских художников, латвийских художников, допустим, начало 20 века, модернисты, как вам кажется, их язык был политическим языком? Ну, после Первой мировой войны мне очень-очень многие... Но это уже такая рефлексия на то, что... На события Первой мировой войны. Да, что уже было. Я хотел бы, насколько это возможно, в рамках нашей программы, познакомить наших радиослушателей с нашей гостьей. Анитра, на самом деле, сегодня пришла даже с дарами. Она принесла восхитительную коробку со свежей клубникой. И у нас в студии сегодня дивный аромат лета. Но Анитра известна также тем, что в 2009 году получила возможность создать свою выставку и показать свои работы в Париже. И там начался интересный процесс, который привёл к созданию целой творческой группы, по крайней мере, на время. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, у меня была такая возможность. Я участвовала в конкурсе в 2008 году для Академии де Бузарк. У них есть своя галерея. Академия изящных искусств. Да. И я получила такую возможность один месяц делать свою персональную выставку. Ну, я решила, что лучше это будет групповая выставка. Мы там были восемь художников. И я назвала это проект Эклэр, что означает «спишка» или «свет». И тоже это прекрасное пирожное. Так что, да, вот этот месяц я там не прожила. И это, что мне очень понравилось в Париже, было то, что автор должен присутствовать при своей выставке. И как бы он, там возникает диалог с публикой. Не так, что мы приходим, как это обычно в Риге, на открытии, и всё. Потом уже публика приходит. Потом художник исчезает. Исчезает. И зрители, где только работают. А там этот диалог каждый день. Я приходила в десять, открывала выставочные залы, в шесть закрывала. И вы всё время были рядом со своими работами. Да. И это было очень интересно поговорить с тем, которые там приходят, как они, что они вообще думают. Насколько мы помним из истории импрессионистов, которые когда-то взорвали Париж, а затем и европейское искусство, в самом начале их творческого пути им нередко приходилось даже вступать в конфликты с некоторыми, скажем, посетителями их выставок, которые не понимали их работы и отпускали злобные шутки и комментарии. Какова была реакция публики? На самом деле, какие работы вы представляли? На радио достаточно сложно визуализировать ваши работы. Я должен, может быть, посоветовать нашим радиослушателям, которые всё ещё, может быть, сидят в своих офисах или где-нибудь у компьютера, наберите anitraberzina.com, и вы увидите целый ряд работ, галереи. И скажите, какие работы были представлены тогда в Париже? Там каждый автор как бы абсолютно свободно представлял то, что он считал самым лучшим. Но там не были такие, например, работы, которые бы взорвали публику. И, конечно, там очень ценили фигуральный хороший рисунок, что постепенно исчезает в Европе. Это уже не такой акцент. Почему исчезает? Я не знаю, почему, наверное, потому что всё-таки хорошо рисовать. Это надо делать каждый день. Это трудно. То есть даже как музыкант должен проводить много часов за фортепиано? И, ну, я, может, мой взгляд такой, что художник должен уметь ремесло. Он может этим пользоваться или нет, это уже его выбор. Но он должен уметь это. А какие ваши работы были представлены тогда? У меня там была такая серия летающих дома и церкви из-за латышской, я не знаю, как переводится, тейкос. Это народные сказания. Да, да, где как будто летали озера, и у них не было ещё своего места, и они легли там, где их назвали по имени. То есть, обретя имя, они остановились. Да, но они утопили того, кто их назвал по имени. И поэтому мне очень как-то кажется, что не всегда всё надо точно сказать, и не надо себя утопить. То есть, если мы обозначаем мир предметов словами, то что-то исчезает из нас самих, как бы, тот, кто создаёт этот мир, как по-вашему? Ну, по-моему, мы не только коммуницируем на уровне вербального, мы что-то и не досказать всегда тоже имеет смысл. На самом деле, если я пытаюсь заглянуть ваше творчество по очень обширному каталогу, который представлен на вашей странице, я вижу, у вас есть целый цикл работ, которые связаны с вашими путешествиями по Европе. И я вижу Андорру, я вижу целый ряд работ, связанных с Версалем. Видимо, они создавались в тот период, когда Эклер существовал, или недалеко от Версаля. Я понял, что Версаль вам очень близок. Да, очень, но не летом, но зимой, когда зимний, когда там такие редуцированные эти краски, и, конечно, публики там гораздо меньше, тогда этот мистический сад открывается для меня гораздо больше, чем летом, когда он цветёт, полон людей. Но это регулярный парк, то есть это, по сути дела, воля одного человека, которая превратила природу в нечто регулярное. Он покорил природу, заставил деревья расти правильно, Версалем XIV был очень упрямым властелином. Но в то же время ему удалось поработить искусство, то есть он поставил его на службу идеи монархии. Как вам кажется, политика искусства в современной Латвии всё ещё взаимосвязана? Или конец 80-х годов, как бы национальное движение, там художники играли ведущую роль. Потом они вдруг исчезли. Что с ними произошло? Они свободны. А, не свободны, то есть свободны можно быть только вне политики? Мне кажется, что в политике ты не можешь быть свободным. Хорошо, в то же время в политике существует возможность творить, что-либо создать. Создать, может быть, умный закон, или, может быть, предотвратить глупый закон. Я согласен, особенно первый. Но, возможно, существует, скажем, свобода для того, чтобы что-либо предотвратить. Всё равно там такая энергия коллектива. Там не бывает индивидуальной политики. То есть, по-вашему, период конца 80-х это был период политики индивидов, а потом они вынуждены были выйти из этого процесса, потому что политика стала чем-то маслом? Там был политический заказ просто такой существовал, и это... О каком заказе вы говорите? Ну, в искусстве. А потом это всё развалилось, и больше не существует, и поэтому художники, по большому счёту, они свободны делать то, что они желают, может. Таким образом, возвращение художника в политику нежелательно? Для меня нет. Вы сами были когда-то в политических процессах? Очень осторожно. Конец 80-х годов, окончание перестройки, где вы в это время были? Я была здесь, конечно, да. Я это всё чувствовала, смотрела, но как бы мне казалось, что я не в это, я где-то рядом. Я не участвовала активно. Мне очень не нравится большой... Большая политика? Нет, но когда много людей идёт в одном направлении. Я, наверное, выйду... И посмотрите на них со стороны. Да, пойду в другую сторону или пойду одна. Таким образом, вы как художник одиноки. Эклер исчез. Да. Он закончился в 2009 году. Да, я такой аутсайдер. Но до начала эфира вы упомянули о том, что благодаря тесной дружбе с другим художником вы узнали, насколько интенсивный и тяжёлый процесс узнать другого и его принять. Наша программа нередко концентрируется на вопросе межкультурного диалога. Мы обсуждаем не только историю или актуальную политику, но и вопрос того, как мы можем сосуществовать вместе, принадлежа к разным культурам. Расскажите, может быть, об этом. Да, у меня прекрасные были курсы бедры. Однокурсники. Однокурсники в академии. И Карина Пароньянца, она армянка. И первое такое, когда я её увидела, я просто была... Не было слов, когда я видела золотые сапоги, шубы, краски, как она рисовала. Я думала, о, господи, как это... Но мы как-то потом подружили, и вот я для себя открыла прекрасного человека, замечательную подругу. И вот этот первый, как бы, такой шок, который нас отталкивает от людей, он абсолютно только на первый взгляд. Шок этот был связан с тем, что она визуально совсем другая. Да, другая. Совсем другая. Это как бы не моё. Значит, мне надо там соблюдать дистанции. Но это неправильно. Это не всегда так. Вот моя жизнь показала, что я ошиблась. Дистанция ведь это защитная реакция. Да, да, потому что я не знаю этого. А каким образом вы начали общаться? У меня было такое предложение в большом магазине заполнить пустые помещения на пару месяцев, пока там придут арендовщики. Я согласилась, не очень-то с радостью, но вот этот проект как бы уже девятый год, и мы там начали с корене, это пространство как бы используется и для выставки, и для студии. Расскажите, где это? Теперь это в галерее Рига на седьмом этаже. И мы там одновременно и рисуем, и выставляем свои работы, и опять перерисовываем, какие они всё время в таком процессе. И то, что мне очень близко, что это, да, да, это такой огромный контраст. Это же торговое пространство, да. Это там, для искусства там места нет вообще. Ну, я поняла, что очень-очень многие люди, и молодые, и тоже школьники, они никогда этого не видели. Это их первый такой... Первый опыт, первая встреча с искусством. Вы сказали, что вы не только там рисуете, выставляетесь, но и перерисовываете. Да, конечно. Что это означает? Ну, я там вижу, что мне не нравится эта картина, я её беру, перерисовываю, переделываю. И потом приходят люди и говорят, а где же она пропала? И она просто изменилась. Переродилась. Да. Таким образом, я правильно понял, что часть ваших зрителей, тех, кто видят ваши работы, они впервые встречаются с творческим процессом художника. То есть они свидетели того, как вы прямо там же, может быть, повернувшись к ним спиной, перерисовываете одну из своих работ. Да, да. А какова реакция? Реакции очень разные. Очень разные. Негативно их бывает. Например, каковы они? Они просто, ну, что это вообще за такое? Пошли бы на фабрику работать. А, понятно. Но прекрасные реакции от детей, которым всё нравится. Они как бы и воспринимают прекрасно, и понимают, что... И всегда бывает родители, которые их тащат за рукой, идём, идём отсюда, уходим отсюда. Нет, ну ещё посмотрим. Нет, не надо. Мне кажется, что взрослые люди боятся, потому что они не знают это. Они боятся того, что дети могут увлечься живописью? Нет, потому что они не понимают этого. Потому что интересно, казалось бы, наоборот, если детям так нравится, родители должны были бы остаться. Нет. А сами родители общаются с вами каким-то образом, какие-то реплики или комментарии? Да, конечно. По поводу фабрики меня заинтересовало, как они аргументируют. То есть вместо того, чтобы здесь малевать, мы могли бы делать что-нибудь более полезное. Как вы отвечаете на подобные реплики? Я не отвечаю вообще. Нет, на такие, которые агрессивные, я вообще не отвечаю. А есть восторженные посетители, кто просто желает приобрести к этому? Да, да, да. Это очень тоже приятно, когда людям это нравится. И я вижу даже таких, которые приходят с друзьями раз в месяц, или как я их уже знаю по лицу. Мы вернулись в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях художница Анитра Берзиня, автор целого цикла работ, которые связаны с нашей тематикой. Это разговор о диалоге культур. Только что Анита рассказала о том, как ей удалось встретиться и познакомиться с представителями армянской культуры. Теперь вы лучшие подруги и вместе находитесь в достаточно интересном помещении, которое вроде бы не очень подходит для художественной галереи. Это, по сути дела, супермаркет, большой торговый центр. И я понял, что вы находитесь в этом центре, и это пространство для вас является студией параллельно. И мы услышали очень интересные реакции ваших посетителей, тех, кто смотрит ваши работы. Скажите, пожалуйста, каким образом мы могли бы говорить о искусстве, возвращаясь к началу нашего разговора, о искусстве, которое что-то могло бы изменить в нашем обществе, и что нужно было бы изменять? Вот этот вопрос был задан нашим радиослушателям, но я полагаю, что всё-таки наступило лето, и часть из вас слушают вас, возможно, на пляже, или ещё где-нибудь гуляя в саду, или... А, смотрите, услышали. Анитра, я прошу вас надеть наушники. Добрый вечер, вы наш первый радиослушатель на нашей программе сегодня. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. — Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а как вы могли бы оценить творчество последних 10-15 лет такого художника, как Ауэльс Баукшкиник? Вот я видела его выставку в галерее на бульваре Аспазия с конца 90-х годов, и потом большая выставка в 2010 году в художественном музее. — Да, помню эту выставку. — Да, это большая выставка, по-моему, посвящённая столетию. — Да, и был очень интересный каталог издан, да, очень детальный. — Да. И можно ли назвать это тоже рефлексией или на события, происходящие у нас, или это нечто другое? Спасибо. — Спасибо большое за ваши вопросы, комментарии. Анитра, пожалуйста, ваша версия. Ведь работа этого художника отображает политику. Он, скорее всего, как политический комментатор существует. Но он в таком саркастическом манере смотрит тоже со стороны на эту всю такую пышную, эмоциональную политическую сцену. И я его, так что он и не знаю, я тоже его знаю только через его искусство, но, по-моему, да, он отражал то, что было с ним рядом. И в советское время, и потом уже в свободной Латвии. — Среди его работ, насколько я помню, было несколько саркастических полотен, связанных с европейским сообществом, с некоторыми обещаниями, связанными с искуплением. И в то же время мне очень запомнилась работа, где изображён митинг или протест с плакатами «Нам да, им нет». — Ну да, это всегда так. — Это такой классический, очень легко решаемый вопрос, собственно говоря, который совсем исключает возможность культурного диалога. И скажите, насколько мы мыслим в подобных категориях, как общество? Вы ведь читаете прессу, смотрите, я думаю, смотрите новости. — Конечно, общество как таково так и мыслит всегда. — Да, я думаю, со времён Рима, да, всегда это так. — Чёрное и белое. — Да, всё. — А как же в таких условиях? — Каждый индивид имеет свою точку зрения, может, совсем другую. Но как мы все вместе, так всё. Да или нет? — Есть какая-то конкретная тема в латвийской политической культуре или в истории, или какие-то другие актуальные темы, которые в нашем обществе трактуются как раз таким образом? То есть нам всё, их интересы, идеи, чаяния нам не интересны, мы их не слышим. — Мне, ну я могу про себя только говорить, я нарисовала, но я как-то была всё-таки оскорблена этим, это был референдум, что у нас надо два языка. — Вы говорите о референдуме 2012 года. — Да. И я нарисовала картину Малевича, где... Малявина, извиняюсь. Где две русские... — Женщины? — Зенец. — Крестьянки. — Крестьянки. Я очень люблю этого художника. И вот у них такой вопрос. А мы лояльны? И эта картина просто... Я её не выставляла больше никогда. Так, пару раз выставляла. Всегда были какие-то просто страшные... — Комментарии? — Да, комментарии, там... — Например? — В Юрмале даже, ну это с одной стороны хорошо, из Юрмальской думы пришли, пришла комиссия посмотреть на картину, не развивает она национальную рознь, да. Ну хорошо, что они наконец пришли на веществочный зал, это тоже прекрасно. — Мы узнаем о том, чем закончилась эта история, есть ещё один звонок радиослушателя, мы обязательно вернёмся к окончанию этой истории, надеваем ещё раз наушники. Добрый вечер, спасибо за терпение, пожалуйста, вы в эфире. — Добрый вечер, хотел бы позвольствовать и господина ведущего, о темах и вашей гости. — Да, пожалуйста. — В Латвии не проводётся референдум о втором государственном языке. Она ошибается. — Проводился референдум о языке официального общения в местах компактного проживания русских. Никто о государственном втором языке русском вопросе не ставил. То есть это был вопрос о ведении документации в самоуправлении, да, угопился, там, резыкно и так далее. — Спасибо за справку, точнее. Но в любом случае мы говорим о референдуме 2012 года. — Да. А второе господин ведущий вопросе, насчёт темы, есть ли какая-либо вторая тема худого искусства, которая бы интересовала жителей Латвии. Меня, допустим, порадовало открытие Латвийского художественного музея после реставрации. А такой темой, в моём понимании, особенно порадовалось, что это теперь музей латвийского изобразительного искусства. Оттуда убрали всех русских художников. То есть у нас теперь латвийское изобразительное искусство, это латвийское изобразительное искусство. Вот эта тема, я так считаю, очень показательна в наше время о сплочении или понимании двух общин социальных нашего государства. Спасибо. Да, спасибо за ваш комментарий, за критический комментарий. Сразу же вопрос, перед тем, как мы вернемся к Юрмайской комиссии. После открытия музея были материалы в прессе, которые действительно описывали то, что по мнению некоторых посетителей, скажем, то культурное и художественное наследие, которое в Латвии есть и авторами, которые являются представители национальных меньшинств, каким-то образом исчезло. На самом деле никуда оно не исчезло, это понятно, оно является частью содержания этого музея. Но как вы, как художник, анализируете? Во-первых, оно действительно не исчезло. Надо внимательно читать, какие там представлены авторы. Исчезли, наверное, те, что было перед, поскольку это новая экспозиция. Это не реплика. Люди возмущаются, что там нет больше Рериха, что там нет передвижников, какие там были. Но не надо так волноваться, потому что в бирже проходит прекрасная выставка в замечательных помещениях. И Рерих там есть? Да, пожалуйста. И была отдельная выставка для Рериха. Мне кажется, месяц или даже больше. К тому же напомним нашему радиослушателю мнение, которое имеет право быть, это его впечатления, его эмоции. Но совсем недалеко от Государственного музея, на улице Елизабетес, есть музей-квартира двух художников, двух латвийских модернистов. Почеркиваю, на латвийских суд, и его супруга Бельцова, Александр Бельцова. И ничего никуда не было. Если вы не были там, обязательно зайдите. Это великолепный музей. Это музей, в котором всё ещё сохранился дух самой семьи. И там представлены работы одной из самых крупнейших художниц Латвии эпохи модернизма, 20-30-е годы, как раз её наиболее яркий период. Возвращаемся к комиссии, которая решила посетить вас в Фюрмале и узнать всё непрошу, Сашка. Да, они пришли, конечно, они ничего такого там не нашли. Но мне очень жаль, что, ну это, конечно, не большинство нашей Латвии, что люди бывают агрессивно недовольны. Они просто недовольны всё время. Вот нам нет, а им да. Ну всё время это насчёт, что мы говорили насчёт Бауш-ченека. И это связано с тем, что, ну, наверное, надо работать с самим собой и быть добрым. А что вас раздражает в современном латвийском? Что вас может как художника, как человека вывести из себя? Вы испытываете, допустим, приступы ярости, когда вы что-то слышите в выпуске новостей, или вы слышите интервью с каким-либо политиком, или запрядуете в прессу? Вы далеки от подобных эмоций. Да, потому что это немножко мне вызывает такую улыбку, да, что, ну, это ненадолго. Ну, конечно, ничего такого злобного навсегда не будет. Ну, это так. Конечно, в искусстве или вообще в политике самая большая резонанса всегда на плохого показать ещё хуже, это гораздо легче. А сделать так, чтобы делать картину, чтобы вы смотрели, и вам стало приятно и хорошо, это трудно. Вы очень много путешествуете, и со всеми данными вы были в Швейцарии, в Германии, в Австрии, на Пленере. Как это происходит? Вы берёте краски и отправляетесь в путешествие по злову сердца, идеи, фантазии, или вы просто решили сменить обстановку? Иногда бывает так. Иногда бывает, что меня приглашают. Например, в Андорре меня пригласила ЮНЕСКО. Они организовали такой пленер всей краски планеты, где участвовали художники почти всех континентов. Это был как раз диалог между культурной и в плане живописи. Мне было очень интересно, потому что каждый художник что-то берёт из той своей истории и географического места, где он жил. И для меня это было много открытий. И, конечно, мы представляли каждой свою страну, рассказали, где, как. Ну, это одно, один вариант. Второй, когда я всё, ложу свои холсты в машину, беру краски, уезжай. Вы бежите от чего-то? Вам что-то надоедает? Есть охота к перемене мест? Да, да. Когда вы её ощущаете? Что должно произойти, когда вы почувствовали, что всё, пора в путь? Ну, тогда, когда такая рутина наступает. У художника бывает рутина? Да, да. Как она выражается? Ну, когда ты каждый день идёшь в мастерскую, обратно, в мастерскую, обратно. Тогда надо сменить всё, всё сменить. Говоря о том, что вы хотите сменить в какой-то момент атмосферу, мы сегодня говорили о том, что вы как художник, как автор далеки от политики. Вы можете выйти, вы можете посмотреть со стороны, как движутся массы в каком-то направлении, кто-то принимает какие-то решения, но я думаю, что несколько работ, о которых мы говорили с вами до начала эфира, всё-таки доказывают, что вы внутри политики. Вы упомянули цикл работ, которые условно назвали «Три свиньи». Да. Расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, вот это, когда я начинаю рисовать «Три свиньи» или что-то подобное, это значит, что мне надо уходить в горы, влезть куда угодно, только больше не впускать в себя вот эта потребительская культура, которая очень-очень просто яркая у нас. Вы сказали «яркая потребительская культура», ведь она присутствует во всём мире. Да, да. Но я не думаю, что во всём мире. Ну, хорошо, в Европе. Да, в Европе, да. Что особенно латвийская в этой культуре потребления? Вы сказали, что она очень сильная. Вот хочу жаль, чуг и всё. У меня была такая картина, где я нарисовала ремейк Пионардо да Винчи, профил Патрици это, да? Но я там поставила свинью, которая… То есть вместо благородной дамы была изображена свинья? Да, свинья, которая хочет жемчуг, всё, хочу. Это очень резкая сатира на, скажем, состоятельную даму, которая жаждет, может быть, нового ювелирного изделия. Там никто не хочет больше мозгов или понять другого человека. Никто не хочет внудрять, но… Войти. Войти позиции другого. Но хочу жемчуг – это легко, понятно. Формула стала для вас, может быть, каким-то концентрированным ответом на то, что вы видите в быту. Да. В какой степени в латвийском обществе присутствует подобное потребительское отношение к другому? То есть ведь товаром может стать не только ювелирные изделия, но и человек. Человека можно купить, его можно продать, его можно использовать. Вы, как художник, чувствуете, насколько жесток этот мир, скажем, коммерции, когда человека могут продать? Ведь такие люди существуют, и, возможно, они дефилируют как раз подобным роскошным торговым тематом. Да, да, да. Ну, конечно, это никому не горит, красная лампочка там, что… Вы что-то замечаете, ведь вы же художник. Конечно, они… Конечно, я рассказывала про детей, которые все такие открытые, и у меня интересно, в каком моменте они ломаются и вот… И закрываются. Да, и всё. Я хотел бы добавить к нашему разговору небольшие впечатления, которые я собрал на прошлой неделе. В Вене была представлена опера Пучини «Манон Лиско», и декорации, сценография изображала как раз крупный торговый центр, возможно, один из таких, который существует в Риге, и на сцене дефилировали изящно одетые дамы с такими схематическими блестящими чёрными или розовыми, скажем, мешочками или большими упаковками, которые, видимо, подразумевают какие-то элитные предметы туалета, и рядом с ними на картонной бумаге, на картонном таком коврике лежала, полу лежала женщина, которая просила милостыню, она была в отрепьях, и эти дамы, естественно, не замечали, ибо они проходили, останавливались возле витрин, и на фоне всего этого происходило развитие сюжета о знаменитой куртизанке «Манон Лиско», которая тоже, как бы, возможно, продалась за нитку жемчуга или там за изящие туалеты. Это такая же семья, которая хвачит за жемчуг, и никто, ну, это очень, кажется, скомье. Грустно? Грустно, что вот такая тенденция, она всё больше и больше развивается. То есть вы думаете, что не зарождается какой-то протест в обществе против потребителей? Да, она ещё слабая, слабая, потому что… Согласитесь, влияние и сила жемчуга настолько велика, что сопротивляться ей тяжело. Но это первая свинья, а как выглядела вторая? Вторая свинья у меня евросоюзская свинья. А, то есть это свинья-бюрократ, чиновник? Да, но она тоже там ремейк Леонардо да Винчи, и потому что всё время кто-то с пальцем тыкает, как вы должны всё делать. То есть вы евроскептик? Я не евроскептик, я просто ненавижу таких, ну, как бы сказать, тупых взглядов. Что вы имеете в виду? Ну, что кто-то будет кому-то говорить, что вы должны делать так и так и так, не потому что нам это лучше, но потому что им это лучше. И кому, о ком вы говорите? Ну, каким-то бюрократам, так легче. Кто-то написал, кто-то написал какие-то… Но радуемся. Указания. Указания, и кто-то должен это выполнять. Ну, хорошо, но ведь речь идёт не только о якобы глупой стандартизации. Я должен сказать, я здесь на противоположной стороне. Я скорее, скажем, считаю, что европейское сообщество для многих тем у нас в Латвии – это, пожалуй, единственный мотор, единственное давление. То есть я… ну, если мы говорим о правах человека. Нет, я думаю, что Евросоюз, конечно, это наш самый лучший путь и очень правильный путь. В нём есть много ошибок, как и в любом процессе. Да, но я как раз говорю про эти ошибки, да, которые всегда имеются, и как бы они тупо выполняются. Сказали – значит делаем. Всё, нам так сказали. Даже не думаем. Надо, не надо. Там, может, кто-то дискутирует, но там лучше сделаем. У нас осталось буквально несколько минут до окончания нашего разговора. Нередко подобные разговоры заканчиваются вопросами о будущем. И очень такой избитый вопрос, над чем вы сейчас работаете. А я очень… я работаю… теперь у меня такая тема. Тукшумс? Пустота. Пустота. Вот. Пустота мне очень нравится. И каким образом вы в состоянии понять пустоту на холсте? На холсте. Например… Ваших… Я еду в Клинер, нарисовала я там то, что мне нравилось. И потом я приезжаю в мастерскую, и это всё аккуратно закрашиваю. Каким цветом? Любым. Чёрным, зелёным. Что-либо потом можно увидеть? Или это превращается в историю бывшей картины? Да, это превращается в… я что-то, когда там оставляю для такого… место для пустоты и место для того, чтобы размышлять о том, что там было. А, то есть таким образом вы приглашаете… Думать. Скажем, тех, кто видит эту пустоту, к размышлениям о том, что могло там быть. Да, что там было. Но было и исчезло. Вы это уничтожили специально или же это воспоминания, которые остались? Ведь вы сказали, что что-то остаётся на полотне. Да, да, ну, конечно, остаётся там… всегда можно найти какой-то сюжет, что там было. Пустота, она обретает какие-то различные формы. Вы связываете пустоту с какими-то конкретными местами. Вы сказали, вы были на пленэре сейчас в Швейцарии, я видел в Фейсбуке ваши фотографии, они восхитительны. Спасибо. Было видно, что вы скрылись в природе, и никто не беспокоил вас во время творчества. И каким образом эта пустота может выразиться? Мне кажется, что она очень радоваша. Творческая. Творческая. Вот выбросить всё лишнее, лишние эмоции оставить и быть пустым. Быть пустым для того, чтобы снова наполниться новым содержанием. Я думаю, что это восхитительное окончание нашего сегодняшнего эфира. Я желаю нашим радиослушателям тоже избавиться, может быть, от лишних негативных эмоций, от лишнего гнева или от обиды. Стать на мгновение пустым, ведь такова идея целого ряда восточных философий, чтобы потом себя снова заполнить новым содержанием. А содержание я вам обязательно предложу. Через неделю здесь мы встретимся с Ириной Кузнецовой. Она организует фестиваль общения, как они сами это назвали, под названием «Лампа», который проходит на этой неделе, 1-2 июля в Цессисе. Целый ряд дискуссий, очень интересных дебатов, и Ирина будет нашим гостем на следующей неделе. Напомню, что сегодня мы говорили о свиньях, мы говорили о пустоте, мы говорили о жемчуге, о европейском сообществе, о прекрасных дамах, а о целом ряде других вопросов и о политическом участии художника с Анитрой Берзеней, с автором целого ряда работ, которые посвящены эмоциям, гневу, недовольству. И в то же время это была возможность узнать человека, который может выйти из толпы и посмотреть на нас со стороны. Большое спасибо, Анитра, за ваше время. Большое спасибо нашим радиослушателям за комментарии, за вопросы. Так что русскоязычные художники остались, они никуда не исчезли. Спешу успокоить. Следите за выставками, посещайте другие музеи. Большое спасибо также моему коллеге-звукорежиссеру Родиону Золотарёвой. И мы встретимся с вами через неделю. Это будет 4 июля. Доброго вечера и до свидания.